что такое мешает а потом вам скажу поехали мы камеру повернем сейчас как раз опа поехали камера снимает лучше прыгайте я вышел создаю что-то знаешь про проект создает двигаю развиваю людям вот как-то это пытаюсь все преподнести вот это мое вот именно непосредственно прямые продажи ребята купите мой помост купите мои стойки это не моя работа я это никогда в жизни не сделаю я сгорю за сколько надо оборудования чтобы проводить соревнования по всем силам спорта включая кросс лифт где надо все все в огромных количествах вот куда спрашивать куда ушло два года вот семинары заработал потратил семинары заработал произвел семинары заработал вложил я хочу что вот эти четыре страны как в больших гонках вот они между собой соревновались то есть плане придумывая кросс лифтинг я позиционировал его на эти четыре страны если они хотят поучаствовать американцы еще кто-то пусть они приезжают это будет открытый чемпионат мира или когда но развиваться мы там не будем я хочу развиваться именно здесь ты по-прежнему все делаешь сам не сформировал такую команду хотя бы там два-три человека таких вот ну вокруг себя не помощников а как вот ну тут есть президента есть вице-президенты которые помогли помогали бы тебе развивать дальше все твои идеи есть команда который я доверяю которая делает очень многие вещи но я все равно не могу эту ситуацию отпустить я все равно делаю вместе с ними то есть если мы даем команду сделать чтобы вот все вот это вот установить то я все равно здесь я вот не могу это отпустить то есть я все равно должен подержаться за эту тему поэтому все есть проблем нет люди люди очень хорошие я вот счастливый человек что у меня окружают очень хорошие люди но мне это я не знаю фартовый на такой вот мне многих вещах не везет но все что касается вот таких людей и окружения я конечно ну везучий человек и людей много хороших профессиональных делают все хорошо и я им очень сильно благодарен но я все равно не могу ситуацию отпустить я все таки все но с ними всегда ты начал в плане спортивной атрибутики с футболок и постепенно дошел до штанг что что еще изготавливаешь ты или имеешь какое-то отношение к изготовлению мне вот сказали там стойки какие-то да тоже под твоим брендом выходит вот помосты копия такой же за 100 тысяч вот 300 тысяч лековский по мосту там сколько 250 вот он 100 тысяч найди разницу называть просто логотипы разные знаешь опять-таки я делаю для себя выдвижные видите что я их продаю я же их не продаю стойки ну вот у меня девочки выставили вот хотя мы там на складах не держим мы можем сделать не будут хорошие но ягод я я бизнесом не занимаюсь то есть я не бизнесмен бизнесмен в определенном в определенном виде но не в том смысле что я сделал продал сделал продал я больше создаю что-то знаешь создаю проект создает двигаю развиваю людям вот как-то это пытаюсь все преподнести вот это мое вот именно непосредственно прямые продажи ребята купите мой помост купите мои стойки это не моя работа я это никогда в жизни не сделаю я сгорю что-то продавать лично вот кто меня лично знает знает вечно когда на соревнованиях или где-то подойдешь и про футболку спросит сколько стоит какая сколько стоит на забери поэтому мне всегда супруга со стенда куда-то со стойки это иди отсюда чтобы даже не подходил я не могу продать у меня спросил сколько стоит я ему должен сказать полную сумму или чё да нам не легче это не торгуюсь ему подарить я поэтому никогда не подхожу я помог не звонят сколько по мосту я не знаю звонить девочкам я не могу об этом говорить потому что я немножко другой то есть как это понять то что ты изготавливаешь это для чего для своего пользования или что я создавая ассоциация силовых видоспорта понимал что я буду проводить соревнования по всем силам спорта включая кросс лифтинг и на все все в огромных количествах то есть у нас если мы берем что здесь две дорожки то есть дали по кросс лифтинг и две дорожки это стандарт genera требование к людям которые открывают за зал то есть их такие зал две дорожки ульярта 2 дорожки крыс витсоюз две дорожки сейчас в ростове открываются еще две дорожки из этому фана милой формат который позволяет людям соревноваться в определенном формате и невзома картинка люди всегда смотрят картинку. Они когда покупают там чупа-чупс или покупают там шоколадку, они все равно смотрят сначала на картинку, а потом они уже начинают углубляться в товар, да, поэтому изначально картинку надо создавать, а дальше мы уже начинаем наполнять их всякой информативностью и эмоциями и так далее. Вот, поэтому, когда я понимал, что мне надо создать охрененное количество оборудования, естественно, это огромнейшие деньги. И вот хорошо, что вот со штангой у меня партнеры появились, да, у меня сейчас на складе лежит там несколько сотен, такой двадцать пяток, понимаешь, потому что когда у тебя будет десять дорожек и тебе надо везде на шести станциях, на семи станциях установить там снарядов столько, представляете, сколько оборудований, все это олимпийская оборудование, это не вот эти кроссвитовские блины, это все вот такие олимпийские блины, которые каждый стоит, ты не знаешь сколько, но они же мне как бы достаются, ну, дешево, понимаешь, поэтому вот каждый снаряд изготавливаешь, сейчас мы мечи делаем, сейчас надо восемьдесят восемь мечей, вот этих вот, этих здоровых, которые имитируют камень атласа, надо было сколько бревен, сколько коромысел, сколько гантелей, сколько гирь, потому что, ну, люди разные, у нас просто есть категории, для каждой категории должны разные, для профессионального, для любителей это опять разное, то есть ты, если говорим про гири, то это должно быть вот условно десяти килограмм и заканчивая там тяжелыми, и с каждого же там по одиннадцать, у тебя десять дорожек, и там парочку на разминку, одну-две на разминку, если это, мы говорим про гири, то это по два, по два нас на дорожку, и еще там условно четыре на разминку, пипец, у нас вот целый ангар этого оборудования, и это вот куда, спрашиваются, куда ушло два года-то, вот семинары заработал, потратил, семинары заработал, произвел, семинары заработал, вложил, в этот момент же, и двигаешь социальные сети, создаешь определенную медиадвижуху, вот два с половиной года на это ушло. И можно сказать, что кросслифтинг принимает всероссийский такой масштаб, раз он открывается, зал открывается уже в некоторых городах. Знаешь, уже движуха из-за границы началась, то есть я сейчас в Америке был, они говорят, все, у нас кроссфит уже не открывается, а они говорят, давай кросслифтинг. Я говорю, не-не-не, я кросслифтинг не хочу двигать там, я кросслифтинг буду двигать Украина, Беларусь, Казахстан, Россия. То есть я хочу, чтобы вот эти четыре страны, как в больших гонках, вот они между собой соревновались. То есть придумывая кросслифтинг, я позиционировал его на эти четыре страны. Если они хотят поучаствовать, американцы, еще кто-то, пусть они приезжают, это будет открытый чемпионат мира или как-то, но развиваться мы там не будем. Я хочу развиваться именно здесь, чтобы здесь это было популярно, узнаваемо и так далее, а там уже по остаточному принципу, потому что это должен быть наш проект, это русский проект. Русский проект, у меня одежда же русская, я же не заказывал за границей. У меня Made in Russia, у меня сейчас на каждой одежде написано Made in Russia. Мне это кайф, я хочу это делать. Кстати, хотел спросить, почему не на одной твоей футболке, во всяком случае, в которой я видел, нету штанги, силуэты штанги? Я думаю, что здесь, скорее всего, один ответ. С дизайнерами немножко туговато. Или это специально сделано для того, чтобы футболку с твоим брендом могли носить из любого вида спорта, потому что она как бы универсальная, победитель? Нет, здесь чисто из-за того, что дизайнеров просто как-то какую-то ерунду рисуют, ни на что не падает взгляд. То есть ты не пропустил мимо это, ты хотел? Мы же вот ископляем, рисуйте, рисуйте, предлагайте. То есть вы нам пришлите черновик, просто фотографий, я скажу, да, круто, давайте вот это поправим, все, они поправили, присылайте мне вектор, я вам оплачу. То есть вот таких разговоров очень много, но не могут нарисовать. Понимаешь, у нас очень много комментаторов, которые любят оценивать работу вот эту, а попробовать что-то самим сделать. То есть я, например, нарисую что-то, скажут, о, говно. А нарисуете? Когда люди начинают присылать, ты понимаешь, что эти люди тебя комментировали? Оценивать на ногу. Мы понимаем, что такое круто, мы можем это ощутить. Вот мы берем штангетку Nike, условно, или Adidas, мы смотрим на них, говорим, круто. Так вот от круто до того, чтобы сделать свое, это пипец это, вообще-то космосное. Чтобы взять вот с нуля, просто, не имея опыта, взять, даже с партнерами, те, которых есть опыт, но не в производстве штангеток, это очень большое тут. Тут нитки берешь, и открывается целая вот такая вот история, которую надо перелопатить. Хоть липучечку, и вот такая история открывается. Поэтому это очень трудно. А потом люди возьмут руки, и говорят, ты херня. Возможно, херня, но сколько этого стоит, чтобы вот это сделать, понимаешь? Это очень трудно. Я видел твое видео по поводу попыток изготовить штангетки. Хотелось бы узнать, окончание есть? Блин, ну я надеюсь, что третья серия будет уже финальная. Вот, уже сильно затягивает. Санту-Барбару я не хочу из этого делать. Хотя, в принципе, смотрибельно. Мне нравится снимать этот проект. Он веселый, интересный. Как создавалось, вообще интересно. Я вот очень люблю смотреть, как что-то создается. Вот. Ну, надеюсь, что третья серия будет финальная. Во всяком случае, мы понимаем, что мы хотим. Мы уже понимаем, из каких материалов. Просто есть вещи, которые, телодвижения, которые надо произвести, и все это дело объединить, и все. Но они еще не созданы, да? Пока их еще нет. Ну и как, на мне-то есть, но не больше пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok